В Твери названы имена победителей муниципального этапа конкурсов «Учитель и воспитатель года». В этом году за почетное звание боролись 23 педагога. Подробнее о конкурсных испытаниях расскажем в нашем сюжете. Профессиональные состязания учителей и воспитателей всегда завершаются гала-концертом. В зале Дворца творчества детей и молодежи коллеги, ученики и воспитанники конкурсантов. Из 23 участников в финал вышли 8 педагогов. Конкурсные испытания были достаточно серьезными, которые требовали хорошей подготовки. Но и в то же время, когда они уже подходили к концу, оказывалось, что все нам по силам, все мы можем. Воспитатель Полина Козырева из 38 детского сада в своей работе с детьми делает упор на передовые технологии. Даже на сцену в финальном выступлении вышло в сопровождении роботов. Жюри присудило педагогу звание победителя городского этапа конкурса «Воспитатель года». Ну, конечно, это очень интересно, потому что это дает большой толчок к развитию. Я думаю, я всем советую участвовать в таких конкурсах. Вы лучше узнаете себя и посмотрите на свои силы. Екатерина Химченко преподает музыку в 14-й школе уже 8 лет. Участие в конкурсе, по ее словам, дает уникальный опыт и возможность обменяться актуальными методическими наработками. Именно Екатерина стала «Учителем года», победив в муниципальном этапе. И родители, и дети, и коллектив, и семья очень сильно поддерживала. Супруг, на котором я дома тренировала все свои испытания. Поэтому всем большое спасибо. Конкурсы профмастерства в Твери проводятся уже 30 лет. И каждый раз открывают имена лучших учителей и воспитателей для широкой общественности. Здесь собрались те люди, которые преданы своей профессии. Те ученики, которые любят, уважают и, конечно же, поддерживают своих педагогов. Я хочу сказать вам огромное спасибо за вклад в развитие будущего города Твери. Спасибо. Екатерина Химченко и Полина Козырева будут представлять Тверь на региональном этапе профессиональных состязаний педагогов. Продолжение следует...